На свежем воздухе и без выпускного вечера пандемия внесла коррективы в планы старшеклассников. Учащиеся прощаются со школой в новом формате. Впрочем, праздник это не омрачило. 27-я славится классом военно-патриотической направленности. Сегодня ее стены навсегда погидают сразу три состава подопечных. Их приехал поздравить Александр Студнев. Уверен, что каждый из вас уже определился в этой жизни. Но самое главное, идите к ней смело и уверенно. Делайте новые шаги, не бойтесь. Каждый из вас найдет свое место в жизни и вернется в родной город с новыми знаниями, с новыми силами. После вручения аттестатов звучит прощальный вальс. Вместо воздушных шаров в небо выпустили белых голубей. Трофеи учащихся – шесть золотых и одна серебряная медаль. Мария Роднюк признается, награда далась нелегко. Я очень рада, что наконец-то все труды, которые я вложила в свою учебу, прошли не зря. И теперь стоит вопрос выбора профессии. Помимо вокальных номеров – постановочный танец. В 25-й школе проводили 11-й А. Выпускники поставили оценку своим учителям – высший балл. Это, наверное, бывает у каждого человека один раз в жизни. Это очень такой, не то что волнительно, это очень запоминающееся торжество, мероприятие, момент в жизни. Алина Черная с будущей профессией определилась давно. Мечтает стать учителем, планирует поступать в Гомельский университет имени Скорыны. Девушка признается, будет скучать по одноклассникам. Мне очень нравится русский язык. Я хочу посвятить этому жизнь. Алина активная, интересная, общительная. Вы знаете, если она ставит цель, она этой цели старается добиться. Я думаю, эти качества для учителя очень важны. Во второй школе стулья для гостей поставили прямо на улице. Учителя подготовили для выпускников музыкальный сюрприз. В копилку учебного заведения добавилось три золотые медали. Огромная у меня просто дрожь в голосе, дрожь в ногах, в руках. Это был хороший, прекрасный момент. Зарабатывать ее явно сложнее, чем получать. Но не сказать, что золотая медаль – это огромные достижения, а остальные ученики ничуть не хуже. Торжественный день, торжественный для педагогов, для родителей, безусловно, для выпускников. И не буду скрывать торжественный для меня, потому что я сама выпускница второй школы. Поэтому мне очень приятно сегодня поздравить выпускников. Во второй гимназии почти в три раза больше наград – шесть золотых и две серебряные. Здесь выпустили сразу три одиннадцатых класса. Учащиеся получили аттестаты и пустились в пляс. Флэшмоб поразил гостей. Одиннадцать лет – это очень большое время, проведенное здесь. Поэтому я думаю, каждый будет скучать по школе. Золотая медаль, в принципе, не так сложно было, потому что учителя у нас хорошие. Очень отлично подают материал. Я от имени городского совета депутатов, от имени, наверное, всех жителей города Бобруйска поздравляю с их успешным завершением учебы. Потому что для них это очень важный этап жизни и начало более такой самостоятельной жизни. Самая молодая школа города, 34-я, тоже хвастается подопечными. Празднуют первый выпуск. Изюминкой вечера стала дефиле с фотосессией на красной ковровой дорожке. Для нас, наверное, это как собственные дети. Потому что они первыми пришли на третью ступень. Они первыми заканчивают ее. Хотелось бы, чтобы они в жизни были действительно первыми. Шли твердо, шли далеко. И чтобы их действительно сопровождали взрослые, которые находятся рядом. В Бобруйске аттестаты получили 1084 11-классника. 40 человек стали обладателями золотых медалей, 3 серебряных. Это в два с половиной раза больше наград, чем пять лет назад. Мария Бушкевич, Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов. Бобруйск 360. Поздравляю!